Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Благодарю всех, кто поддерживает мой канал. Этот фильм – это вторая часть по семье Аллилуевых. То, что мы увидели в квартире Сергея Яковлевича Аллилуева. Напоминаю, это был тесть Сталина. Есть некоторые нюансы, которые остались за кадром в первой части, поэтому хочется поделиться. Ну и далее потом будет следующая работа по просьбе зрителей рассказать о том, какое мое мнение по поводу гибели Надежды Сергеевны Аллилуевой, жены Сталина. Поэтому сейчас я хочу вам показать то, что было там еще, чтобы вы тоже прочувствовали эту атмосферу. Те, кто не может попасть в музей по разным причинам, кто не был в Ленинграде. А если будете, то обязательно загляните, потому что кино – это кино, а собственные ощущения, они непередаваемые. Когда вы там прямо находитесь и ощущаете эту историю, вот буквально с своим телом, что называется, кожей. Старые крепкие дореволюционный дом, старые двери, на полу в парадной родная плитка. Меня удивил потолок при входе. Он сделан в виде четырехгранного свода. Обычно такие своды характерны для старых палат. Последний срок, когда их датируют, это XVIII век. Квартира расположена в бывшем доходном доме Шмерко. Построен дом по проекту архитектора Лилевича в 910 году. На доме есть памятная дощечка. Вход украшен гранитными валютами. Это настоящий родной кран того времени. Им пользовалась семья Аллилуевых, соответственно, и Сталин, и Ленин. Когда жили в этой квартире. Все натуральное. Лампа настоящая электрическая, переделанная из керосиновой лампы руками Сергея Яковлевича. Звонок тоже родной. Вообще Сергей Яковлевич, он был рабочий, но он был и технолог, и технические работы сам выполнял. Был очень грамотный специалист. Он на разных предприятиях работал. Вот эта кружка немецкая подарена Ольге Евгеньевне. Кстати, в квартире практически убраны портреты Ленина. Не знаю, с чем это связано. Раньше были сплошные портреты Ленина, а сейчас Сталин. Вот Ленина убрали. Некоторые вещи аутентичные того времени примерно. Вот этот шкаф, у него сказали, этот шкаф не принадлежал семье, естественно. В семье было гораздо скромнее, как говорил экскурсовод. Вот в шкафу жил Полтергейтс. Бывает там иногда. Ну, кровати тоже это не их времени, потому что они уехали в Москву потом. Но сохранилось зеркало натуральное. Вот части на столе, карта и зеркало, в котором они смотрелись и перед которым Сталин гримировал Ленина. Обнаружили вход или поворот, лестницу в подвал. Я вообще считаю, что конкретно этот дом построен на каком-то старом доме, на стенах старого дома предыдущего. Потому что есть и окна закопанные, причем они с фасада, они вообще огромные. Здесь хорошо виден этот уровень того, что первый этаж высоко стоит. И лестница для того, чтобы спуститься к дверям, выйти на улицу. Вот он как раз этот первый этаж. И там дальше поворот в подвал. Родная плитка сохранилась. Вот лестница. Так он выглядит, коридор. Ступени, изъеденные временем. Камин. И вот этот, я так полагаю, остатки старого строения. Характерные древние перекрытия. Для рабочих тоже сделали. Но делали красиво. Рама еще натуральная. Ага, уходим. Видите, какая там тоже интересная штука круглая. Так. Удемте. Вот один выход. Вот сюда можно, вот за доской там арка. А мы сейчас ходим в арку вот сюда. Угу. Здесь подвальные, да, большие помещения? Вот в эту арку. Угу. Они здесь выходили, да? Нет, они вышли на Мытницкую. А. Нам не выйти на Мытницкую. Вот там поликлиника перекрыла. Вот сюда, вот этот наш колледж. Все, спасибо огромное. Спасибо. До свидания. Пока. Удачи вам тоже, да. Именно этим двором уходил Ленин и Зиновьев черным ходом из квартиры Аллилуевых. И пошли они по направлению станции. И потом поехали в разлив. Тот самый легендарный шалаш. Так, вот сюда они выходили. Вот отсюда они вышли. Из этого подъезда потихонечку вышли. Выгримированные. Мы видим, что дом стоит на старых стенах. Здесь окна подвальные. Самого дома нового. Это уже совсем другие окна. То есть какие-то типа... Ну, какого-то здания каменного было. До постройки больших доходных домов. В начале 20 века. А черный ход где? Вот здесь был? Не знаете? Какие-то странные люди. Ну и такая уличная инсталляция. Живопись. Вот такого рода. И вот такого. Какого-то странные дяди с окровавленными губами на стене. Такие дворы питерские. Один из. Один из. Еще раз оглянемся. Вот здесь они жили. Здесь жил Сталин. Историческое место. Сколько здесь решалось судеб. Не только страны, но и всего мира. Представляете? Так вот здесь они вышли. Такой двор. До свидания. Замечательное историческое место. И в эту подворотню Ленин и Зиновьев загримированы. Быстро-быстро. Вот это зоотра. Вот рядом с двери? Вот. А вот коридорная. Вот это коридорная. Да, шестой этаж. Там же есть такой еще? Второй. Вот отсюда они вышли. И вот сюда нырнули. Вот сейчас там перекрыли. Вот сюда. Она. Оттуда. В доме был альбом. И мы сфотографировали несколько фотографий из этого семейного альбома. Это Надежда Аллилуева, погибшая. Почему я с этой фотографии начинаю? Потому что следующий фильм будет посвящен именно ее гибели. По просьбе зрителей. Вот такой альбом. Это Василий Сталин, бабушка Ольга Евгеньевна, жена Аллилуева Сергея Яковлевича. И старшая дочь Анна Сергеевна. Три четвертый год. Здесь Светлана и Вася Сталины. Вот такая фотография сам Сергей Яковлевич. Что интересно, он родился в Воронежской области, Хаперского района. В деревне или поселке Рамонье. И раньше он назывался Александровка. И удивительно, мой прадед родился в этой же Александровке. Я там ни разу не была. Но, может быть, еще удастся побывать и посмотреть. И если удастся, то я тогда для вас сделаю еще съемки. И мы приедем прямо на родину Аллилуева, где он родился. Хотя он не считался коренным. То есть они откуда-то еще пришли. Вот это то, что я узнала. Вот, пожалуйста, это Евгения Аллилуева. Это жена старшего брата Павла. И ей приписывают роман со Сталином. Может быть, это сплетни, не сплетни. Но такие слухи тоже ходили. А, это в дневнике с Ванидзе. Это она писала о том, что она заметила этот роман. И что Надежда очень сильно ревновала. Не знаю, насколько это действительно соответствовало истине. Но вот такая информация. Сталин и Светлана. Сталин с детьми. Сергей Аклевич и старшая дочь Анна. Она тоже была репрессирована недолго. Сослана. Ссылку дожила, в принципе, до старости. Анна Сергеевна с детьми. И она написала книгу. И я ее выписала. Книгу должна получить. Почитаем. Вот это Анна Сергеевна. Это бабушка. Светлана. Анна с Сергеем Яковлевичем. Ну, вот, в принципе, они вдвоем остались живые. Вот это, наверное, до 44-й год. В 45-м он уже умер. Вот это Евгения, жена Павла. Вот Павел. Только у них разница в возрасте. Здесь 38-й год. А это 44-й год. Здесь она, естественно, старше. Она моложе была. Павел умер очень странно. Она была химик. И ее тоже как бы репрессировали. Но делал это Берия. Семья считает, что Берия эту семью репрессировал. Членов семьи. Семья не считает, что Евгения виновата в смерти Павла. Но мы не знаем. Мы дело не видели. И они, насколько я знаю, тоже, насколько я так поняла, из информации тоже не видели дело. Вот еще все счастливые. Смотрите, какая семья дружная. Сколько детей у них. Кира, Светлана, Леня, Сема, Саша. Не все двоюродные братья и сестры. Леня, сын Анны. Володя, сын Анны. Володя, автор книги, по которой потом будет обзор, если вам тоже будет интересно. Саша, сын Павла. Сема, сын Павла. Большая семья. Василий Сталин, его жена Галина и сын Саша. Несчастная судьба потом была у этих детей Галины. Бурдонская. Вот еще дети. Саша, сын Василия Сталина. Саша, Саша. Саша с Володей. Замечательную книгу он потом написал. Замечательный человек, кстати. Судьба у него очень интересная. И никто, вот никто из семьи, как он пишет, не обвиняли Сталина в репрессиях, они обвиняли Берию. Светлана и Галина. Бурдонская жена Василия Сталина. Светлана, Галина. Саша. Саша и Надя. Надежда Крупская и мама Сталина. Сергей Яковлевич. Еще он 1900 год. С сыном Федей. Ольга Евгеньевна. Павлушей, Федей, Надей, Нюрой. Нюрой это они. Сергей Яковлевич в молодости. Был бунтарь. Ну, кстати, он тоже похож как бы на грузина. У него цыганская кровь. У него бабушка была цыганка. Вот почему-то здесь в этом альбоме Свердлов оказался. Мария Леулянова. Орженикидзе. С Орженикидзе дружили. Семья. Аллилуев, Аллилуева. Ольга Евгеньевна. Сергей Яковлевич. Здесь Сталин и Сергей Яковлевич в июле 1917 года провожают Ленина в Сестрорецк. Ленин, Сталин. Вот они были в этой квартире. Ленин недолго, а Сталин два месяца. Иосиф Виссарионович в 15-м году. Веселый такой, жизнерадостный, Надежда. С очень мощным характером и, в общем-то, печальной, трагической судьбой. Вот здесь Ольга Евгеньевна Леуева в госпитале среди раненых. Не знаю, где она, может быть, вот эта. Вот так выглядела столовая. Сейчас там больше вещей, вы видели. Здесь вот много, кружку туда поставили. Было очень скромно. Но это не их вещи, это вещи той эпохи. Личных вещей немного, но они в квартире присутствуют. Вот примерно так. Это примерно на 1917 год. Может быть, где-то так же было, потому что фотографии старые, еще довоенные. Анна Сергеевна среди гимназисток. У Надежды. Надежда. Надежда. И вот Надежде мы посвятим родители. Надежде мы посвятим следующую работу. Это Анна. Павел. Надежда. Вот такая она была, жена Сталина. Вот так выглядел дом. Где-то, я так понимаю, в 30-е годы. И вот эти огромные окна, огромные окна старого здания. Мы входим, поднимаемся по лестнице на первый этаж, и вот начинается доходный дом. Вот он. И там дальше во дворе флигель, пристроенный к дому, которым, собственно говоря, и жила семья. Он числился на хорошем счету. Была четырехкомнатная квартира. Была помощница по хозяйству. Кухарка была. Дворник помогал с дровами. На шестой этаж носил дрова, представляете, чтобы топить, обогревать ванну, чтобы была горячая вода. Потому что централизованного отопления не было. То, что насчет канализации, я пыталась узнать, но по всей видимости, где-то были типа септиков. Где-то вот по Ленинграду. И сейчас проходишь такое ощущение, что канализация подпахивает. То есть где-то и сейчас эти септики такие наполняются. Отстойненькие. Трудно сказать никакой информации, как это все устроено технически, нет. Хотя было бы интересно. Потому что в зависимости от этого можно судить по цивилизации. Но водопровод был. Воду провели. Что еще? Были льготы у семьи Лилуевых за электричество. Поскольку он сам был работник электростанции. И был он на хорошем счету. Он был замечательный мастер на все руки, что называется, Сергей Яковлевич. И вот у него были такие льготы. То есть, в принципе, для такой семьи, как у него, жизнь-то, в общем-то, была нормальной. Но это не для всех. Не каждая рабочая семья могла себе позволить жизнь в таком доходном доме. Вот по нашим меркам это очень хорошее качество жилья. А тогда это все-таки было довольно скромно для рабочих. Потому что были элитные дома. Это не был элитный дом. Но, тем не менее, мы видим, что роскошная, по нашим даже меркам, роскошная квартира. Вот еще такой немножко инструменты его. Кухня. Кран. Стали на машине с женой Аллилуевой Сталиной. Шофер Удалов. Так, леворульная, что ли, получается. Похоже так. Из Кремля выезжают. Вот такая интересная машина. Вот она, Надежда Аллилуева. Но на сегодня пока все. Если вам было интересно, ставьте свои лайки, оставляйте комментарии. Еще раз благодарю за поддержку канала. Потому что, вот, покупая книги, ваша помощь мне очень пригождается. Видите, сколько надо работать, перелопачивать информацию, сколько выписываю. Потому что в интернете оцифровки не так, ну, редко встретишь. Потом она может меняться. Книга есть книга, что написано. Пером не вырубишь топором. И следующая работа будет посвящена Надежде Сергеевне Аллилуевой, собственно говоря, ее гибели. Моя версия. Естественно, я приведу другие версии. Подписывайтесь на мой канал. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева. До свидания. С вами был Игорь Негода.